В окружном доме офицеров Донской столицы С наступающим праздником поздравляют защитников Отечества Этот год для военных юбилейный В мае 100 лет отметит Южный военный округ 23 февраля округ впервые в истории современной России наградят орденом Суворова Он прошел славный боевой путь История его становления и совершенства Хранит много ярких героических страниц Среди действующих обеззаветной преданности военнослужащих своему Отечеству За мужество, отвагу и самоотверженность Новые государственные ордена и медали появляются на кителях офицеров Поздравления и новые награды В этот раз военнослужащие и их семьи принимают и от главы региона Я хочу сказать спасибо всем И в числе первых, конечно, выделяю и жен, и семьи военнослужащих Вы тоже на боевом посту Вы тоже решаете серьезные задачи И создаете условия для мужей, братьев, для защитников Это означает, что у вас крепкая, дружная, надежная семья А тыл, как известно, обеспечивает всегда победу Также накануне праздника восемь военнослужащих Ростовского, Ейского и Крымского гарнизонов Получают денежные субсидии на приобретение жилья Россия, Россия, в этом слове огонь и сила Прием в честь Дня защитника Отечества прошел в Первоопорном ВУЗе В зале собрались офицеры и курсанты военного факультета ДГТУ Первым поздравил виновников торжества ректор университета Бессарион Месхи Дорогие мои офицеры и курсанты, отношусь с огромным уважением К вашим погонам, вашей службе И то, что вы несете огромный труд защищать Родину Это высокое звание Еще раз обнимаю, поздравляю Удачи вам всем И в нашей стране мирного неба И чтобы у нас было всегда все хорошо Россия вперед Ректор Первоопорного ВУЗа наградил медалями за заслуги в воспитании защитников Отечества Шесть офицеров военного факультета ДГТУ А также 25 лучших курсантов получили грамоты Творческий коллектив «Ресияне» тоже удостоился награды в честь 25-летия «Ресиянам поздравляю! Вы молодцы! 25 лет – это великолепно! И доставляете еще удовольствие! Приезжайшие еще 125! Молодцы!» Концертную программу подготовили также курсанты военного факультета Закончился прием за праздничным столом с ректором ДГТУ Ружья, мушкеты, сабли и другую оруженную атрибутику привезли в Донскую столицу В Краевеческом музее открылась выставка «Слава российского оружия», приуроченная к столетию создания Красной Армии и приближающемуся празднику защитников Отечества Здесь около 200 предметов, которым более двух веков Все они – уникальные подлинники, привезенные из Тульского государственного музея оружия Вообще Тульский государственный военный музей оружия является одним из крупнейших музеев военных в России И, конечно же, те люди, которые придут и ознакомятся с выставкой Гости области, жители области Они, конечно, смогут увидеть уникальные экспонаты Те виды оружия 18-го века, 19-го, 20-го века Именно то оружие, в котором воевала российская армия Экспонаты – живые свидетели истории, с которыми российские войска прошли через русско-турецкую, отечественную, крымскую, Первую мировую и Велико-отечественную войны Коллекция подлинников дополнена и качественными репликами Тульскому оружейному заводу здесь уделяется особое внимание Ведь он в военные годы был крупнейшим центром производства оружия и обеспечения боеспособности российской армии К примеру, шпага – холодное оружие офицеров 1812 года Это не только атрибут войны, но и арт-объект, отмечают сотрудники музея Оружие могло выполнять не только свои прямые функции защиты, нападения, но и являться предметом искусства Вот эта прекрасная шпага имеет изящный, позолоченный эфес На ее клинке было выполнено чернение, гравированная латинская надпись Такие предметы вооружения являются не только оружием, но и предметом искусства Особый интерес к экспозиции отмечается у молодежи и представителей военно-патриотических клубов Для них это отличная возможность увидеть подлинники огнестрельного и холодного оружия Чтобы в дальнейшем создавать свой реквизит, максимально похожим на реальные образцы Напомним, выставка работает в Ростовском областном музее краеведения Увидеть карабины, сабли и другое оружие можно до 22 июля Уже несколько дней в Донской столице светит яркое солнце И хоть морозы нам еще обещают, ростовчане уверены – весна пришла Сегодня узнаем у горожан, с чем у них ассоциируются первые дни весны Отличное, приятное весеннее настроение А с чем ассоциируется весна? Праздник, отдых Тепло хочу, чтобы все цвело, чтобы красиво, птички бели, пахло здесь Весна у меня ассоциируется с тюльпанами, с детьми С веселыми детьми, которые начинают просыпаться, хулигать Весна – это цветы, это солнце, это настроение хорошее Больше проводить время с близкими, я думаю, больше гулять, наслаждаться с солнышком, пока оно еще есть Пока еще не пасмурное, нет дождей и всего такого прочего А ассоциируется весна, в первую очередь, с чем? С любовью У меня всегда хорошее настроение, независимо от погоды А вообще весна, ну, сегодня дома я увидела из окна, что прилетели скворцы Классно, значит уже точно весна У меня с этим птицы начинают петь Ну, небо такое ясное, воздух очень чистый Настроение, конечно, солнечное и радостное, потому что весна идет У нас зимы-то, в общем-то, не было, сейчас только вот зима не хочет отдавать, да, свои права И поэтому все, все хорошо А с чем ассоциируется весна? Подснежники, ладыши, новая жизнь Как-то все, все хорошо, весело и здорово